Добрый вечер, дамы и господа. У микрофона Юрий Прайнко. На волнах Финам.ФМ программа «Реальное время». Сегодня будем говорить о топливном рынке в стране. Вообще, что происходит, почему возникает товарный дефицит, почему чиновники принимают непродуманные решения. Я с удовольствием вам представляю моих сегодняшних гостей. Это человек, которого специально не стоит представлять. Вы все его хорошо знаете. Я так назову его профессор. И этого будет достаточно. Никита Кричевский. Никита, рад видеть. Добрый вечер. Моё почтение. И член общественного совета «Молодой гвардии Единой России» Олег Пташкин. Олег, добрый вечер. Добрый вечер. Никита, давайте с вас начнём. Давай. Ваш взгляд, что реально происходит на топливном рынке? Почему возникает дефицит? Почему государство российское решило третировать нефтяные компании? Или, возможно, не пытается оно их третировать? Что реально происходит, на ваш взгляд? Вам нужна моя версия без купюр? Да. Ну, как всегда. Или погладить? Нет. Без купюр. Как всегда мы общаемся? Кризис, который мы наблюдали в конце апреля и который рассосался в начале мая, был рукотворным. Почему я взял на себя смелость говорить о том, что он был рукотворным? Я специально, готовясь к нашему эфиру, Юрий Алексеевич, посмотрел, статистические данные, таможенные выкладки. Так вот, я вам хочу сказать, что в марте этого года производство бензина увеличилось по сравнению с февралём почти на 10%. Иными словами, в апрель мы вкатились с большими запасами бензина и никаких движений в плане уменьшения его производства пока не наблюдалось. То есть запасы были. Вопрос. Может быть, увеличилось потребление бензина и поэтому возник дефицит. И более на каждом углу говорят, что страна вышла из кризиса. Конечно. Опять же статистика. Смотрите, январь по сравнению с декабрём 92% потребления. Ну, январские праздники, соглашусь. Февраль 98% от январского. Короткий месяц. Тем не менее, никакого всплеска потребления не произошло. Он даже немножко снизился по сравнению с январём и февралём. А я уж не говорю о сравнении с прошлым годом. Речь идет о сравнительном анализе месяц к месяцу. И февраль показал ещё снижение даже по отношению к январю. Я специально акцентировал внимание наших служителей на том, что, прежде всего, я показал вам, что производство выросло, а потребление чуть-чуть науменьшилось. Идём дальше. Экспорт. Нам говорят, экспорт увеличился. Смотрю на экспорт. Ну, сегодня это уже общее место, что бензина составляет порядка 3% от всей массы нефтепродуктов, которую мы экспортируем. При этом 95-й бензин мы не экспортируем вовсе. Что я вам хочу сказать по экспорту бензина. В этом году, по сравнению с прошлым годом, за январь-февраль, январь-февраль этого года, к январю-февралю прошлого, мы имеем снижение, снижение экспорта бензина более чем на 20%. Можете себе представить? Не увеличение, а снижение. Это не мои подсчёты, это данные федеральной таможенной службы. Сухие цифры. И последнее. Нам говорят, посевная. У меня сразу возникает вопрос. С каких это пор наши трактора начали потреблять? Не мазут с дистопливом, а бензин. Тем более АИ-95. Вопрос. Но может технологическая революция, профессор? Нет. Нет. Думаю, трактора завезли. Потому что трактора у нас уже видавшие виды, и о новых в программе «Время» нам ничего не сообщали. Вопрос. Как так получилось, что согласованно одномоментно по всей стране, вдруг ни с того ни с сего, без всяких объективных причин, возникли перебои с поставками бензина на заправки? Ответ. Всё это было сделано согласованно. Всё это было сделано с санкцией, негласной, но санкцией власти. И всё это было сделано для того, чтобы облегчить и без того тяжёлую, в кавычках, жизнь нефтяных компаний. Об этом, с вашего позволения, чуть позже. То есть, на самом деле, никаких случайностей, а всё выверено и имеет логическую цепочку. Я только что привёл вам статистику, Росстатовскую и таможенную. Вы видите, что ничто не способствовало появлению одномоментного дефицита сразу во всех регионах России. Да, это меня не радует. Это позиция Никиты Кричевского. Олег, что... Это не моя позиция Юрия Алексеевича. Извините, Олег, извините, Раю. Это не моя позиция Юрия Алексеевича. Это факт. Это позиция Росстата и таможня. Я ничего не привирал. Извините. Ну, о выводах я спрошу чуть позже. Олег, ваш взгляд. Я вот с Никитой абсолютно согласен, кроме одного момента. Мне кажется, что говорить о влиянии какой-то на данный топливный кризис власти не совсем верно, потому что все-таки наши нефтяники, они очень далеки от власти. Хоть некоторые нефтяные компании являются госкомпаниями. Ну, частью государства как бы в контроле. Безусловно, здесь есть факт сговора. Безусловно, не может нефтедобывающая страна в один момент перестать продавать бензин для своего населения. Кроме того, что она перестала продавать бензин для своего населения в ряде регионов, мы видим, что только вот за последние две недели в Москве, в Московской области цены на бензин, АИ-92, АИ-95, выросли на 16%. То есть это нонсенс. Это нонсенс для России. И опять же, Никита совершенно верно отметил, что мы не экспортируем бензин. Бензин у нас так никто не покупает. Покупают нефть. Сырье покупают. Нет, подождите. Вы говорите слово сговор между кем и кем. Между нитяными компаниями, потому что не бывает одномоментного исчезания бензина с автозапроводочных станций в ряде регионов. Такого не бывает. Для чего? Естественно, здесь для шантажа государства. Вот здесь как раз и кроется вся причина, потому что сразу же, если мы посмотрим хронологию событий, Топливный союз заявил о том, что нефтяникам опять сложно, они опять бедные у нас страдают, им необходимо облегчить налоговые бремя, а также увеличить цены, отпустить цены на свободном рынке. Цены никто не держит. Но извините, я не понимаю, почему мы добываем нефть, мы производим бензин, и почему он не стоит до сих пор еще 15 рублей за литр, я имею в виду 95. Это нормальная цена, потому что если мы возьмем, опять же, сухую статистику цифр, например, скажем так, июль 2008 года, когда баррель стоил 156 долларов, нефть стоила, да, то бензин 95 стоил почему-то 22 рубля, и у никого не было вопросов, как бы бензин не исчезал, всем всего хватало, и нефтяники не говорили о том, что им что-то не хватает, как бы в плане прибыли, в плане того, что как бы налоги на них слишком давят, да, вот, а сейчас, как бы, я считаю, что все это очень искусственно, все это очень абсолютно прагматично, да, и направлено на одно, что нефтяники хотят показать, в том числе и государству, в первую очередь, что мы сейчас можем раскачать эту лодку, мы сейчас готовы отстаивать свои права для того, что хотим получать максимальную прибыль, и нам плевать на все ваши социальные гарантии. Я хочу уточнить тогда такой момент, вот смотрите, вы говорите о том, что это сговор нефтяных компаний, да, государство такое вот пострадавшее звено в этой схеме и потребители. Если я не ошибаюсь, инициатива президента Медведева по выводу госчиновников из Советов директоров только еще набирает обороты, да. Но оно уже успешно идет, в принципе. Но, тем не менее, вот смотрите, одна из крупнейших, самая крупная компания «Роснефть». Председатель Совета директоров, вице-премьер Игорь Иванович Сечин. Мне сложно представить, чтобы Сечин пошел против собственного российского государства. Ну, мне это тоже сложно представить. Нет, подождите, я вот просто логическую цепочку выстраиваю. Вы поймите, да, что Сечин не отвечает за продажи, например, на АЗС в Астрахани. И Сечин не отвечает лично, да, за продажи на АЗС в Алтае, понимаете, где в первый, как бы, регион, где случился топливный кризис. Сейчас, поймите, там сидят люди, которые думают немножечко по-другому, чем Сечин. То есть Сечин и не указ? Нет, не то, что не указ. Как председатель Совета директоров. Нет, вы поймите, вы говорите, Сечин как председатель Совета директоров определяет стратегию развития компании. Он не должен, и это, по сути, это глупо звучит, понимаете, это как то же самое, что, условно говоря, президент будет сейчас контролировать каждый двор. Вы понимаете, что это не его задача. Его задача — оправлять стратегию. Также и задача Сечина, да, определять стратегию развития компании. А менеджеры, среднее и низшее звено, они вынуждены и обязаны исполнять решение. Понимаете? К сожалению, к сожалению, да, вот они с этой функцией не справились. Профессор Кричевский, ваш взгляд? Уж не хотите ли вы... Телезрители Финам.ФМ это все видели, вашу реакцию, вашу замечательную улыбку. Я поясняю для слушателей Финам.ФМ. Теперь, пожалуйста, словесное. Перебил, правильникова. Да. Ты посмотри. Олег, уж не хотите ли вы сказать, что господин Сечин в Роснефти определил стратегию таким образом, чтобы одномоментно в конце апреля перекрыть бензиновый кислород населению? Ну, это вы мне сейчас просто выдергиваете, да, и цепляете за слова. Я говорю, что... Нет, нет, вы только что сказали, что он определяет стратегию. Он не отвечает за реализацию бензинового. Определяет стратегию развития компании. Такова стратегия развития компании? Нет, совершенно нет. Тогда разрешите я представлю свой взгляд. В России все крупнейшие компании являются государственными по факту, либо являются квази-государственными по ведению бизнеса, по ориентации менеджмента на органы государственной власти. Вы сказали о том, что самая крупная компания Роснефть, это не так. Гораздо крупнее Лукоил. Потому что у Лукоила выручка по итогам прошлого года составила 105 миллиардов долларов, а у Роснефти 63 миллиарда. Но, тем не менее, Роснефть, Газпромнефть, другие нефтяные компании с долей государства, конечно же, имеют существенное влияние на рынки нефтепродуктов. И поэтому ни о какой отдаленности от государства говорить не приходится. Они сплошь государственные. Но Лукоил уже все-таки... Подождите, давайте не будем друг друга перебивать. А я вас не перебил. Извините, я не сидя. В Совете директоров Лукоила также присутствуют представители государства. Это факт, который не стоит отрицать, потому что снабжение населения, вообще экономики, нефтепродуктами, это вопрос стратегический. И здесь государство должно недремлющим оком ежедневно и еженочно следить за тем, чтобы все было хорошо, все работало как часы. Это первый нюанс. Второй нюанс. Да, часть компаний негосударственная. Но почему-то так оказалось, что одновременно и государственные компании, и негосударственные вдруг ни с того ни с сего стали испытывать нехватку бензина в розничной торговле. Неспроста. И третье. Как разрешился бензиновый кризис в конце апреля? Очень просто. Были введены повышенные пошлины на экспорт бензинов. А я должен сказать, что экспорт бензина в структуре экспорта нефти и нефтепродуктов составляет не более процента, ну или порядка процента. То есть незначимая величина, тем более если мы будем говорить о том, что увеличение пошлины на вывоз бензина, это потеря 0,4% реализации, то есть себестоимости. Это не значимая величина абсолютно, потому что от части контрактов можно отказаться, часть нужно исполнить. Ну 0,4% потеряли. Ну хорошо, процент потеряли. Ничего страшного, мы доберем за счет того, что растут цены на нефть сырую. Но одновременно мы столкнулись с тем, что нефтяники сегодня имеют снижение налога на добычу полезных ископаемых, а это существенно более важный фактор. И второе, они добились того, что цены повысились на 5-7%, как говорил-то господин Олиперов. Вопрос. Когда выходит представитель крупнейшей компании, говорит о 5-7%, когда выходит представитель государства, говоривший о 5%, это ли не свидетельство картельного сговора? Да более того, сговоры между государством и нефтяными компаниями. Ведь что сделает нормальное государство, если, как говорит Олег, даже такие крупные нефтяные компании, о которых мы говорим, начнут государство порисовать? Оно в ответ такую прессу устроит, что Ходорковский, в сравнении с тем, что будет, покажется легкой прогулкой. Рычагов в разумлении массы. А вспоминая Ходорковского, во сне даже, до сих пор руководители нефтяных компаний просыпаются в холодном поле. И говорят, чур меня, чур. Чур меня, чур меня. Почему? Потому что все знают, что представители государства есть в каждой нефтяной компании. Они там сидят. Кроме Сургута. Ну или практически в каждой. Или практически в каждой. Сургут вообще это отдельная история. Да, надо смотреть по советам директоров. Но в тех компаниях, о которых мы сегодня говорим, они там есть. И надо быть, я не знаю кем, каким Данко или каким другим героем античности, чтобы пойти против собственных хозяев. Потому что в данном случае хозяева это государство, а это его наместники. И тут мы видим, что оказывается в ровсе нефти кто-то поднял хвост и пошел против руководства. То есть против государства. Это исключено. Тем более в сегодняшней стране. Это исключено. Итак, бензиновая кризис закончилась тем, что введены повышенные пошлины на экспорт бензина, что для нефтяников совершенно незначимо. Снижен НДПИ, что имеет гораздо более важное значение. И одновременно повышены цены на бензин. Как это весело? Вот итог. Сговора государства нефтяных компаний. Теперь, в заключении, я должен привести статистику по налоговой нагрузке на нефтяников по итогам прошлого года. А нам говорят о том, что нагрузка у нефтяников составляет 60-70%. Они большую часть своих доходов отдают в бюджет. Я специально посмотрел годовую отчетность. И? Лукоил. Сейчас скажу. 27% от выручки. Роснефть 44%. Газпромнефть 36%. Ну, сумма значительная, но не критичная. Не критичная. Ни о каких 60-70% говорить не приходится. Что такое 27%, что такое даже 44%, если прибыль этих компаний составила, опять же, Лукоил 9 миллиардов, Роснефть 10 миллиардов. Газпромнефть меньше, это порядка 3 миллиардов, но там и общий объем реализации существенно меньше, но в 3 раза меньше по сравнению с Лукоилом. При этом Роснефть показала 10,5 миллиардов долларов, хотя у нее выручка почти в 2 раза меньше. А Лукоил показал 9, при выручке почти в 2 раза больше. То есть государство-то, получается, работает у нас честнее, сразу в сравнении с частниками. Вот что показал этот кризис, в том числе. Это Никита Кричевский, Олег, ваши аргументы. Ну, мои аргументы в следующем, что, в принципе, мы помним, если вспомнить даже, например, топливный кризис и искусственное завышение цен на бензин и дистопливо, которые происходили в феврале месяце, показывают также сговор нефтяных компаний. Но в данном случае, как бы, я что хотел отметить? Нет, подожди, вот вы согласны с господином Кричевским, который сказал, это сговор государства, то бишь чиновников конкретных и нефтяных компаний? Ну, а конкретных это кого? Это кого? Кто курирует топливный и энергетический комплекс? Ну, я не соглашусь с этим. Почему? Потому что мне, знаете, это показывает, ну, как бы, немножко, как бы, нелогичным. Почему? Потому что у нас предвыборный год. Государство, напрямую, никогда не заинтересовано третировать ситуацию, тем более, которая вызывает негативное отторжение у населения, у большей части населения страны, именно в предвыборный год. Ну, это нелогично. Развернул вопрос с другой стороны. Почему господин Шматко и Министерство энергетики не отмониторили эту ситуацию? Ну, это вопрос к господину Шматко, в принципе. Но он член кабинета министров. Ну, значит, плохой член кабинета министров. Когда премьер-министр может решить, да, решить, как бы, да, стоит ему занимать пост министра профильного ведомства, либо не стоит. Вот, а в данном ситуации, как бы, да, мы видим, в принципе, там, и четкий логичный посыл, который дает Путин, четкий логичный посыл, который дал Медведев. В чем заключается, сподин? Ну, в том числе, как бы, команда ФАС прозвучала, да, и все-таки Артемьев сейчас будет проверять все нефтяные компании. Он проверяет каждый год. Ну, это его работа. Значит, может, где-то не дорабатывает, а где-то сейчас, может, лучше отработает, да. Но, в принципе, в принципе, да, вот если мы говорим о том, что это сговор государства и нефтяных компаний, вот, ну, я еще раз говорю, для меня это не совсем логично, потому что государство, ну, не может пойти. Это, в принципе, равносильно самоубийство. Это раз. А во-вторых, в принципе, интересен факт того, что, а кто именно? Вот если, например, вот Никит, может сказать, как бы, вот, у кого есть интерес, как бы, вот, мне было бы интересно услышать. Вам нужны пароли, явки и фамилии? Ну, я думаю, не только мне, но и слушатели. Вы не точно цитируете. Вы не точно цитируете. Подождите, подождите, подождите. Во-первых, вы сами сказали о том, кто может участвовать в этой цепочке. Во-вторых, разве у нас многочисленные предыдущие коррупционные гримасы со стороны государства и бизнеса не являются свидетельствами того, что в нашей стране это архивозможно? Будем говорить аккуратно. Конечно же, являются. И в-третьих, я еще раз вас призываю исходить из объективных данных по состоянию на март-апрель этого года. Никакого снижения производства нет, никакого увеличения потребления нет, экспорт стагнирует. То есть, все работает так, как и должно работать, плюс-минус, никаких потрясений. И вдруг мы получаем то, что мы получили в апреле месяце. Странно, но еще один момент, который я прошу, чтобы вы учитывали, когда мы будем вести дискуссию. Это то, что государство пошло навстречу нефтяникам по всем пунктам, на которых они настаивали. Оно снизило налог на добычу полезных ископаемых. Это существенно. И оно согласилось, как бы латентно согласилось. Сказало, ну, вынужденные меры придется на 5% повысить. И мы это получили как данность. А что касается предвыборного года, так я должен сказать, что нефтяные компании всю дорогу были крупнейшими спонсорами. Предвыборных компаний в Российской Федерации. Всех предвыборных компаний, в которых власть была заинтересована. А потом выборы же у нас через полгода, ведь правда. Кстати говоря, даже не через полгода, а через 7 месяцев, если говорить о том, что сегодня начало мая. Выбор это у нас 4 декабря. А уж если говорить о президентских, так это вообще еще через год. Ну ладно, через 10 месяцев. Забудется, я вас уверяю. А вот денежка нужна. То есть подбирают. Подбирают и теперь уже собирают. Идут навстречу для того, чтобы нефтяники потом пошли навстречу тем, кому нужно. Чтобы не задавали лишних вопросов, типа денег нет. Нет. Или они вообще не задают таких вопросов. То, что денег нет, этого быть не может, потому что есть миллиардная прибыль. Ну что вы. Да, и то, что вы уже озвучили. Есть огромная себестоимость, которую можно чуть-чуть увеличить. Ведь там же миллиарды-то не нужны. Ну смотрите, все-таки мы приходим с вами, как говорил Михаил Сергеевич, к консенсусу. Это договоренность. Хорошо, режет, Олег, вам слово сговор. Договоренность чиновников и нефтяных компаний. Нет, давайте говорите откровенно. Крайним остается потребителем. Это коррупционный сговор государства. И в данном случае представителей, крупнейших представителей нефтяного бизнеса. О том, что косвенной целью является уничтожение независимых игроков нефтяного рынка, а именно бензинового рынка, я уже и не говорю, потому что это, само собой разумеется, независимые реализаторы бензина об этом говорят. И фактически государство санкционировало их уничтожение. Добивание. Ну абсолютно право. А потому что, поставьте себя на место нефтяников, мы создали ВИНКИ, вертикально интегрированные нефтяные компании. Будь они неладные. Да, мы создали ВИНКИ, мы решаем вопросы с правительством, мы делаем так, что по всей стране... А тут шелупонь бегает под ногами. Все правильно. Они получают с нас и одновременно, одновременно, и въезжают в рай на нашем горбу. Где справедливость, господа? Поэтому, знаете что, вы свое получили, вы свое заработали, теперь продавайте за недорого, и идите занимайтесь другим делом. Потому что есть модернизация, есть инновация, есть, в конце концов, модернизация инфраструктуры. Там ваши способности будут сверхвостребованы. Олег? Ну, если они придут с такими вот способностями... Фигит Кричевским очень всегда сложно ему оппонировать и дискутировать. Но все тем не менее. Но, не, я имею в виду, как бы здесь пытаться нечего. Не, подождите, здесь четко было сказано. Это коррупционная договоренность. Я все-таки сговор опускаю, да? Это слово, чтобы не резать вас. Коррупционная договоренность. Причем, бенефициары, понятно, кто. Я бы сказал, что это коррупционная... Жертвы, понятно, кто. Я бы сказал, что это коррупционная разводка. В два хода. Олег? А первый ход, второй? Первый ход, это снижение цен в феврале. Кого сажать будет? Ультимативное снижение. Это вопрос в генеральной прокуратуре. Но я боюсь, что кишка танка. А у меня прокуратура... Кишка танка... А при чем здесь, видите? Кишка танка определит тех, с кем нефтяники кулуарно, неформально договаривались. Не хочу так же обидеть рядом с Артемьевым, но там, по-моему, тоже будет вот та же самая ситуация. Олег правильно сказал. Его задача, задача ФАС, работать. Или создавать видимость работы. Они работают. Я очень хорошо отношусь к Горгару Артемьеву. Он работает. Он работает. ФАС, если честно, мне тоже кажется, что отрабатывают свою зарплату и считаю, что им даже не доплачивают. Вынесите мне аргументы против тезиса Кричевского, что это коррупционная сделка, разводка. Во-первых, сам Кричевский сказал о том, что государственные компании работают честнее, чем частные. Я прав? Но это не мешает им, как юридическим лицам, независимым формально от государства, вступать с представителями государства в коррупционный сговор. Более того, это, наоборот, способствует достижению неформальных договоренностей. Мы же государственные компании, ребят, что же вы с нас налоги-то дерете? Мы же... Уберите независимых этих. Уберите независимых, уменьшите налоги, мы будем платить больше налог на прибыль. Никит, скорее всего, независимые трейдеры на бензиновом рынке занимают, ну, дай бог, если 4% рынка. 50. Они... 50? 50. Ну, я не совсем уверен, потому что сколько... Олег, вы не спорьте с экономистом, с доктором экономических наук. Ну, и так, для слушателей напомню просто. Да, договорились. Но, все-таки, возвращаясь, как бы, к тезису именно коррупционный сговор, я бы не стал, опять же, да, употреблять его в формате вот нашей дискуссии. Почему? Потому что, ну, во-первых, его необходимо доказать, это раз. А во-вторых, в принципе, если бы сговор был бы, то, я думаю, там бы кулуарно все и решили бы, да, что, ребят, ну, вы взорвались там, давайте как-то тихонечко там бензин отпускайте на рынок, да, чтобы не было шумихи. Вот, и все это не выносилось бы наружу, поверьте. Потому что, ну, в принципе, вот опять же, да, в этом нет никакого смысла. Понизить им, как бы, налоговое время... Нет, смысл есть. Вот, подождите, если прав Никита, что 50% розницы, да, я правильно тебя понимаю, розничного рынка нефтепродуктов в России приходится на независимых игроков, их, извините, устранение, это не просто куш. Это огромное пространство. Во-первых, насколько вот я читаю ежедневно, да, информационные сообщения с многих сайтов, да, в том числе и региональную прессу, я пока не заметил, что массово стали закрываться именно вот частные АЗС, которые занимаются только розничной продажей бензина. Это первый нюанс, да. Второй нюанс, как бы, опять же, да, возвращаясь к теме сговора, если такой факт можно предположить, что был когда-то где-то и кем-то продуман, да, то это глупость, потому что, в принципе, им проще всем договориться втихую, понимаете, и, условно говоря, там, налоги понизить и ввести эту заград пошлину, которая, я совершенно согласен, влияния никакого не имеет на формирование цены и формирование, в принципе, да, вот объема продукции на внутреннем рынке. Поэтому это все могли бы решить гораздо спокойнее, понимаете, не надо третировать население. В тихушку. Конечно, это, ну, не смысла просто, понимаете, с ним спокойно они сядут, договорятся и все, по большому счету. А если видим, что, как бы, здесь нашла коса на камень, как бы, да, и она серьезно нашла, в том числе, как бы, например, вот у нас в Молодежной Крылу Единая Россия организация, да, но мы, в принципе, уже выступили против политики Лукоила по данному топливному кризису. А 4 мая, ну, потому что это, как бы, крупнейший игрок на рынке, и, в принципе, вот, Никита об этом сказал. Вы только что говорили о крупнейшем игроке Роснефти. Это не я говорил, это не я говорил. Вы сказали о том, что Роснефть, это не я говорил. Вы Роснефть будете пикетировать? Мы будем в Сипке. И Роснефть, и Газпромнефть. И так, 4 мая, мы выходим ко всем ведущим. И НКБП. И так, нефть будем, и МТК будем. И Сургут. И Сургут нефтегаз тоже. А НТК это кто? МТК, МТК. А, Московская топливная топливная топливная. Она не вертикально интегрирована. Да нам без разницы. Нам главное, чтобы бензин был дешевле. Чтобы он был доступным. них нет собственных почему у них есть у них есть просто сеть азс который продает бензин вот и соответственно как бы на которой уже были про зависимые игроком по характеристикам попадал нет я вам говорю я вам говорю господа о том что мы мы когда как молодежное крыло единой россии вот 4 мая придем ко всем офисом нефтяных компаний неважно это частная или государственная с участием государственная нефтяная компания вот и мы и мы будем их пикетировать эти скажите я настоятельно рекомендую молодежного крыла единая россия выставить пикет у белого дома у дома правительства краснопресненской на конечно потому что а кто определяет государственную политику в области производства реализации бензин никита кто определяет спром не роснефть а правительство российской федерации в лице председателя правительства вице-премьера курирующего так и министра энергетики ну так если идти так идти в правительство идти в министерство энергетики и говорить ребят как так получилось что накануне дачного сезона да да накануне дачного сезона вдруг посевной и всего остальное посевную не трогаем там все хорошо потому что они на дистопливе ездят а вот народ который сейчас рвется на даче и сидит на дачах он ездит на бензине в основном но по поводу мотивации зачем это нужно было нельзя ли это было сделать к уникушку да нет нельзя почему потому что платить больше будем мы все потребитель конечно как напрямую автомобилисты так и те кто покупают продукты промышленные не промышленные цепочки потому что там цепочка мы не можем просто так отпустить и сделать вид что мы не видим отпустить цены на самотек чтобы они там по 30 20 50 копеечек не можем но мы уже видели как феврале была предпринята попытка повысить цены они также постепенно тихо сапой росли 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 дошли по москве за девяносто пятый до двадцати девяти рублей и народ взбунтовался он сказал вы что 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 у нас случилось у нас нефть на рынке растет у нас все хорошо мы нефтедобывающая страна крупнейший производитель нефти как недавно заметил премьер-министр и лидер партии единая россия и вдруг у нас бензин начинает расти ваши бешеными темпами не прокатило сегодня мы имеем ситуацию когда народ говорит нам все равно пусть будет 29 лишь бы он был получилась разводка еще как олег как-то знаете ответить на предложение во-первых профессора кричевского по поводу краснопресненской набережной готовы ли вы апеллировать к людям курирующим я не обвиняю я просто они курируют дайте вопрос я считаю что лежит отри апеллируем именно по адресу мы апеллируем к нефтяным компаниям от которых зависит во первых чтобы бензин всегда был на аз с а б от них зависит чтобы бензин был по доступной цене поэтому мы апеллируем по адресу я не согласен я не согласен извините не докрутили потому что роснефть и газпром нефть компании суть государственная вы можете не приходить к дому правительства или к министерству энергетики придите кросс имуществу как собственнику и устройте бигет там вы хозяева я благодарен госпром не я бы как вы могли допустить вы представители государства я благодарен я благодарен за то что вы направляете вектора куда должно пойти на вопрос вы это сделаете потому что мы не пойдем к дому правительства тоже не пойдем к министерству энергетики я вам сказал что мы пойдем к нефтяным компаниям нефтяным компаниям да вот я конечно рад за ваше предложение а почему вы не пойдете но нет смысл подождите вы продавец я формализую сейчас все вопросы значит я уберу структуру акционерного капитала основной владелец роснефти государство российское в лице росомущества то же самое газпром нефть да почему не апеллировать к собственнику да собственник имеет полное право спросить менеджмент своей компании в чем дело подождите спрашивает с менеджмента компании совет директоров правильно я прав ну ну я прав как председатель государства это во-первых во вторых оперативные решения в том числе по цену образованию и по доступности бензином на азс принимает даже не среди директоров а принимает оперативный менеджмент в лице главы компании который совет директоров поставил чтобы он управлял компанией если он плохо справляет своими обязанностями пожалуйста увольняйте его но он отвечает за то что на азс нет бензина и он отвечает за то что на азс повышаются цены собственной компании не отвечает я мы приедем виду олег я переведу то что юрий алексеевич вас прошел а вы говорите абсолютно правильные вещи что совет директоров не отвечает за реализацию за вот такие оперативное управление за такие моменты конечно но кто мешает основному собственнику роснефти в течение одного дня собрать заседание совета директоров ведь мы говорим о кризисе значит может быть внеочередно там сплошь представители государства есть секретарь у совета директоров который может просто по телефону позвонить всех членов сады искать его на завтра в 19.00 а в штаб-квартире роснефти состоится в дне очередной заседание совета директоров потому что правда что премьер путин возмущается проблему выпьет то есть ситуация которая сложилась и даже не за чем дело то же самое можно сделать в газпром нефти к примеру как у ведущих государственных игроков этого рынка но почему этого не делается но почему-то не делся не делся что именно почему не собирается и все почему собирается в принципе если мы возьмем например тоже роснефть да и вспомним заявление на следующий день после заявления владимира путина по утопленной ситуации на рынке как бы да они заявили что мы обязуемся с сегодняшнего дня обеспечить на всех азс доступ к бензину то есть реакция прошла ответ получен то есть это уже произошло реакция прошла нет но заметьте по факту на конец апреля случилось то что вы хотели то что вы сейчас говорите ситуация не нормализовала не подождите ситуация не нормализовалась в ряде регионах но вот роснефть роснефть да опять же которую мы вначале уже там пытались критиковать вот ответил оперативно в принципе я считаю что вот тот месседж да который был послан премьером он оперативно дошел до руководства и они оперативно приняли решение поэтому то что вы вот сейчас говорили она уже осуществилась на примере роснефти чтобы с другими компаниями но опять же понимаете я не работа правительстве я не знаю как там люди с кем общаются что делают да я могу ответить как бы со стороны общественности которую в частности я представляю да вот мы молодежь да в том числе как бы многие нас тоже пользуются транспортом и мы извините как бы да ну я не понимаю почему я должен платить там 25 27 рублей за 95 когда он объективно нужно стоит 20 рублей не скажите мне пожалуйста сейчас я я понял куда буду сейчас склонять разговор в структуре цены в российской федерации на нефтепродукты налоги сколько составляет по разным подсчетам от 60 до 70 процентов это прерогатива государства налоги акцизы пошлины причем исключительная перерогатива государства российского без чиновники правительства российской федерации могут изменить соотношение только они могут но для того чтобы оперативно менять налоговый кодекс так там где это нужно менять необходимо решение государственной думы но государственная дума в общем-то не камень преткновения насколько понимаем эту историю почему по вашему мнению государство российское вот в этой казалось бы серьезной ситуации когда возмущается общественность вот как олег сказал да не меняет налоговые подходы в данном вопросе как-то не меняет ндп и снизили так экспортную пошлину повысили так то есть все очень даже меня решались разобраться но цены не падают а цены будут расти а цены будут расти вам же было заявлено это к вопросу о том если сговор если картель только в извращенной форме обычно говорят о картелях как а взаимодействии двух игроков ведущих игроков его рынка а мы говорим о картеле как о сговоре государства и бизнеса в данном случае нефтяного бизнеса более того если посмотреть на структуру цены применительно не только к вычислению дельного веса налогов акцизов и пошлинг можно сказать о том что до 40 процентов цены розничной цены на бензин составляет коррупционная составляющая но это мне непонятно я такими категориями не пользуюсь те самые все в законе и сама коррупционная составляющая это не взятки отката вернее не только взятки откат не только это как раз государственная коррупция который сегодня все говорят забывая коррупции деловой когда люди друг с другом договариваются что такое процесс добычи переработки и реализации это тысячи компаний которые участвуют на каждой стадии тысячи компаний и очень часто эти компании формально неформально аффилированно выигрывают конкурсы проигрывают конкурсы не принципиально но на каждой стадии существуют свои договоренности а наверху этой пирамиды находимся мы все те которые платят 25 28 30 рублей за литр и мы все оплачиваем по цепочке эти сборы эти коррупционные сборы это бесспорный факт потому что о том какова доля коррупции в российской экономике сегодня ну не говорит разве что ленивый или глухой слепой немой знаете да это слепой говоришь эти вот вы вы говорите о том что в розничной цене 60 процентов налоги да ну так среднюю температуру по больнице государство российское то бишь чиновники могут снизить розничные цены через снижение вот этой налоговой составляющей я не представляю зачем это нужно делать я вам честно скажу я не представляю потому что я в начале программы приводил вам цифры чистой прибыли нефтяных компаний они составляют до 10 с лишним миллиардов долларов по итогам прошлого года более того они практически восстановили объем реализации вернее получения выручки доходов валового дохода по сравнению с 2008 год то есть наиболее успешным и удачным в истории всех нет иных компаний мира наиболее удачным и хоть олег говорит о том что в июле восьмого года цена была 156 он конечно не экономистом упростить на самом деле она была 147 и было это в середине июля правда не в лондоне и не связано с маркой бренд там было 140 а в сша на их легкую нефть но это не принципиально в данном случае это не принципиально я говорю о том что до 60 60 70 процентов и очень хорошо и очень хорошо здесь нужно говорить не о налогах пошлинах и акцизах о том с какой налоговой базы вы берете эти налоги потому что мы видим что на каждой стадии добычи транспортировки производства и реализации нефти нефтепродуктов присутствует выпиющая огром как устранить он и составляет устранить это самый сложный вопрос если мы с вами говорим о том что в принципе коррупционный сговор не объявлены неформально кто же будет объявлять мы с вами доказали то разговор о том каким образом нужно убирать эту коррупционную составляющую это тема отдельно программа скажу лишь что во всем мире подобные вопросы решаются созданием специализированной службы по противодействию коррупции или агентства по расследованию случаев коррупции как сингапуре но они есть во всех странах которые могут могут гордиться тем что они коррупции ничего подобного нет нет и не предполагается потому что сегодня это не нужно есть генпрокуратура но как работает генпрокуратура мы видим федеральный закон о противодействии коррупции принят 25 декабря 2008 года прошло уже два с половиной года а коррупция только увеличится боремся боремся но пока безуспешно а что делать мы постепенно по шажочкам ведем декларацию расходов ведем еще какие-то меры которые будут ужесточать контрольные чиновники да а вот создать службу которая будет расследовать как раз вот эту коррупционную смычку между государством и бизнесом до этого у нас пока руки не доходят хотя создается эта служба и не нужно говорить что это будет самая дорогая коррупционная служба в россии у нас найдется несколько тысяч честных людей особенно если их обеспечить жильем олег машинами если надо охраны если надо льготным социальным прежде всего пенсионным обеспечением а самое главное зарплатой например с сингапуре такие люди получают до миллиона и выше долларов в год до миллиона долларов если честно нашей генпрокуратуре дайте такую зарплату и там тоже исчезнет коррупции это олег пташкин и приснят возможно возможно но а я думаю что очень многих представителей генеральной прокуратуры зачем меня прислое прислое а мы вам дадим миллион долларов в год в качестве зарплаты скажешь слушайте мы двумя руками за потому что честно говоря мы уже и не рассчитывали на это мы как-то уже заместили ваш миллион нашим миллион так что у нас нормально все не надо мы будем работать вообще за спасибо мы даже готовы платить деньги за то чтобы войти в здание прокуратуры все нормально у нас все хорошо у нас все равно мы свое уже получаем и своими этого не происходит я имею ввиду инициирование создания федеральной службы все говорят о ратификации конвенции статьи 20 все говорят о том что нужно проверять счета открытые в банках смотреть под лупой кандидатуры претендентов на госслужба ребят мы все это цветочка все это садик детский ну и первый класс так может все таки стоит по как пикетировать белое у белого дома на краснопресненской набережной так вы мне все к белому дому нет нет но там там сидят реальные хозяева хозяева чего в том числе нефтяных компаний нет но там сидят чиновники которые работают в правительстве аристической федерации не они хозяева это во-первых во-вторых вот то что он предложил то что вот то что ну и раз имущество здесь ни при чем давайте начнем с нефтяных компаний как бы я думаю как бы получим результат вот и увидим реальные действия чтобы не оживили 4 мая когда вы придете к нефтяным компаниям с бензиновым кризисом будет уже покончен не уверен опоздать не на на чем основывается такой вот оптимизма а в границу том что цели компании достигнуты компании через за ндп снижен цена на бензин выросла то что введены повышенные пошлины на экспорт бензина это ерунда это вы хоть вообще 200 долларов за тонну поставьте там или 500 долларов за тонну бензина но 200 я неправильно сказал это будет в районе 400 с небольшим можете 1000 поставить не проблема мы на это согласны мы на это согласны вы главное ндп и уберите и дайте нам карт-бланш на рост цен на бензин потому что народ сегодня говорит о том мы готовы платить за бензин и 29 и 30 рублей главное чтобы он был потому что на даче ехать на даче мужики вы не знаю но вот по поводу регионов там люди не готовы платить потому что не дача вчера общался с рядом регионов начиная с сахалиной заканчивая нижним новгородом там люди очень возмущенными ростом цен рост и цен за последние месяцы не было и люди возмущены не вот именно вот там создались мне ажиотаж хорошо там хорошо это раз когда вы сказали о том что в подмосковье за последнее время рост цен на бензин составил 16 процентов это интерфакс это не данная но интерфаксов или олег 16 процентов это рост цен в томской области хорошо посмотрите перепроверьте по московской области 16 процентного роста цен не было для слушателей объясняю что такое 16 процентов предположим от 25 рублей господа 10 процентов это два с половиной рубля еще шесть процентов это полтора рубля и того господин пташкин говорит о том что за последнее время в подмосковье бензин вырос на 4 рубля верите в то пташкину или все-таки думаете что ситуация в последнее время была более стабильна а что происходило то никогда что вы имеете ввиду в подмосковье нет подмосковье такого роста за последнее время не было если вы ссылаетесь на интерфакс то есть что интерфакс должен проявлять вас за клевету но это перепроверяется на вся эта информация перепроверяем на 4 рубля под москвой мы с этого не в москве этого не было лет вы смотрите аккуратно ну смотри подождите я коллегу то есть вы не разделяете оптимизма никиты по поводу того что кризис завершится 4 мая ну утрирован утрирован цели начали мая бойцы снято с бензина перебоев нет все как работал так работает и потом не забывайте ведь весь апрель нефтеперерабатывающие заводы работали на склад его же этот бензин нужно реализовывать так что сейчас все уже цены понизить олег все-таки отреть мне вот на вопрос почему вы не разделяете этого оптимизма я не разделяю оптимизм потому что все-таки считаю что ряд компании в ряде регионов все равно продолжат свою политику но они вертикально интегрированы да подождите вы эти компании как бы мне вот как нравится знаете что вот этот посыл основной они подконтрольны они интегрированы ну но это не холдинге у меня ну смотрите дать как бы реально рассуждать давай быстро вы говорите что они вертикально интегрированы да мы все все знаем как бы все отлично да вот ну поверьте но нет смысла тогда им больше начинать хорошо если и на бога ради понимаете большинство россиян даже не произнесут эту аббревиатуру этого налога не то что вникнет а большинство происходящего для чего снизили этот налог понимаете ну мы не донесем поэтому понимаете мы донесли что вот то что мы сейчас донесли до пальца получается что там где-то кто-то с кем-то договорился подняли цены факт сговора я не отрицаю потому что он очевиден он очевиден это все понятно потому что меня не выйдет из единой россии это во первых а во вторых послышка сама в том что вы считаете вы считаете как бы да вот что действительно на в том числе и на кри на кредит топливный кризис поднял коррупционной составляющей здесь тоже нельзя отрицать потому что согласно ну естественно потому что мы понимаем что где-то что-то там происходит не так потому что если бы все работало как в аптеке не было никакого этого кризиса и никто не затевал бы эту бучу понимаете я согласен с никитой что действительно но не согласен с вами в части того что необходимо создать еще некую службу в борьбе с коррупцией но в плане того что наша прокуратура полиция теперь до должны жить достойно должны получать какие-то сумасшедшие просто деньги должны пользоваться всеми льготами на жилье получать транспорт и прочее 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 да и в том числе для своих семей вот и тогда мы действительно сможем победить эту коррупцию это факт я согласен потому что иначе иначе да мы конечно еще и долго будем барахтаться в этом болоте сожалению а теперь поскольку программа заканчивается я хочу выдвинуть один лозунг олега пташкина в лидеры единой россии вот после сделанных заявлений да в программе а абсолютно право спасибо меня не выгонит вот вы мне скажите последние вы заключительные мои вопросы я внимательно посмотрел по акции за пару рост акцизов на дистоплива в общей сложности за три года 176 половиной процентов никита каково обоснование я просто хочу понять инфляционное ожидание так понимаю четыре с половиной пять процентов к четырнадцатому году вот чем мы объясним то столь безудержанный семимильный рост акцизов на дизель акцизная составляющая в цене дизеля была все последние годы существенно меньше чем бензин понятно но и поэтому дизель стоил дешевле так а сегодня они должны стать крайними нет абсолютно она и сегодня небольшая это акцизная составляющая же вам приводил общие цифры по выручки наших монстров да там количество общая сумма нефтяной нагрузки составляет от двадцати семи до как я вам говорил сорока четырех процентов это рост нефть на мой взгляд одна из наиболее честных нефтяных компаний если за слово честно и применимо к нефтяникам стите председателю сайта электрофит компании я говорю о том что есть на сегодняшний день потому что остальных ситуация существенно хуже если не сказать что вот я бы в лукойла бы просто направил бы налоговую инспекцию сразу потому что как так получилось что у вас выручка почти два раза больше по сравнению с роснефтью а чистой прибыли следовательно налоги с этой прибыли у роснефти выше тем другой программы это тема той же программы юрий потому что есть лукойл независимая компания все говорят вот частный бизнес он классный а вот вам сравнение есть тема другой программы потому что вот а позиция времени уже закачивая разговор о дизеле об акцизах я вам должен сказать что незначительная величина акцизов в дизель это один момент а второй момент ее поднять можно безболезненно второй момент заключается в том что у нас качество дизеля в россии сегодня выше чем качество бензина и мы можем говорить о том что сегодня мы можем приобрести дизель по стандарту евро 5 а бензин по стандарту я и евро 4 отлично господин кричевский вам вдвое неблагодарить знаете за что следующий мой вопрос господин путин сказал я вам взял хорошего по всегда массе великолепную подачу значит на на днях заявил о том что надо бы подумать но не готовы мы переходить на евро 3 4 по бензину этот вопрос не мне вам рассказывать обсуждается уже не один год и не один год переносится даты введения в 1 января 11 года просто хочу заметить да россия уже вся должна была перейти но не перешла никита по вашему мнению это что не готовность нефтяных компаний к переходу или нечто другое юрий спасибо вам огромное за еще одну обозначенную цель той компании с дефицитом бензина которую мы видели в последних числах апреля это отсрочка введение стандарта евро 4 по бензину потому что это значительные инвестиции я четко ответил на вашу подачу сказал то что вы хотели господин пронико да провокатор нет нет это это реальное время это дискуссионный сговор на финал fm алик а по вашему мнению почему нынешний пример вновь заговорил о переносе ну я считаю что здесь просто очевидный факт что многие компании сильно просто не готовы они не готовы мне складывается такое чувство что они будут никогда не год но к сожалению мы с вами не можем повлиять на них понимаете вот господин путин может ну тогда будем просить нашу премьер-министр чтобы он просто повлиял очень значительно быстрее чем они вот я думаю что и в двенадцатом году мы опять никуда не будем переходить но это мои досужие домыслы картельный сговор как угодно это можно обозначать поживем увидим посмотрим что будет 1 января 12 года спасибо всем никита кричевский олег пташкин реальное время на финал афм